Курортный сезон стартовал, а многострадальный танкер Делфи остается на пляже. Судовладелец много раз обещал его убрать, но, как говорится, ввоз и ныне там. И пока все возможные службы и ведомства спорят, кто из них ответственный за это, печальная достопримечательность Одессы медленно превращается в экологическую катастрофу. Сейчас из него вытекают нефтепродукты, оставляя маслянистые пятна на воде и неприятный запах. Почти 8 месяцев на правом борту и столько же обещанием убрать аварийное судно с пляжа. Тогда, в ноябре прошлого года, сразу после крушения и спасения экипажа, из судна вылилось топливо и машинное масло. Была надежда, что больше ЧП судна не принесет и его уберут. Но сейчас, когда все ищут спасение от жары в море, танкер продолжает отравлять воду. Танки помыть нельзя. То есть танкер, который возил нефть, на нем все равно на стенках остаются нефтепродукты. Под солнцем, вы же понимаете, сейчас железо, оно нагревается. И, соответственно, бон говорит, это тает просто нефтепродукт, и оно выливается в воду. И все. А при шторме боны не могут сдержать силу, и оно потихоньку вытекает. На воде вокруг танкера отчетливо видны маслянистые пятна. Больше всего их вдоль пирсов. Спасатели говорят, что каждый раз, когда вытекает топливо, они об этом сообщают. На месте появляются полиция и экологи. Одни утечку протоколируют, другие отправляют образцы воды на экспертизу. Охрану опасного объекта поручили городским спасателям. Вот только должными полномочиями их не наделили. У нас нет полномочий, как у полиции. Или как у погранслужбы, которая может на сегодняшний день просто, согласно закону, иметь законные основания для задержания, допустим, тех или иных людей, которые там мародерничают или еще что-то делают. Спасатель обязан предупредить нарушителя по громкоговорителю, а в случае опасности для его жизни – спасти. Если ситуация неконтролируемая, вызывают полицию. Вот только с утечкой топлива так не получается. На самом пляже, где затонул Делфи, людей немного, но есть даже мамы с детьми. Отдыхающие говорят, что опасности не видят и пятна на воде их ничуть не смущают. Я думаю, нефть уже собрали все. Нет, не смущает. Это наш любимый пляж. Детям разрешаете купаться в этой воде? Да, купаются, разрешаем. Вчера не было нефти. А сегодня, видать, волной принесло чуть-чуть. Да я вижу, вижу, вижу. Ну а что сделаешь? Смущает, ну а что сделаешь? А на другой пляж не хотите перейти? Да он, моя вся родня вот на пляже рядом. Поэтому я сюда пришел чисто, ну просто здесь как-то уютнее. Судовладелец постоянно сдвигает сроки эвакуации танкера. Порт от достопримечательности открещивается. Остальные кивают наследствие. Мол, судно – вещдок, и никаких процессуальных действий на нем не проводилось. А значит, трогать его нельзя. Заочное перетягивание каната, в прямом смысле слова, выливается в экологическую катастрофу, о последствиях которой можно только догадываться.